Я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша-Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы. Поэтому я сегодня перед этим залом самых красивых, продвинутых, патриотичных людей хочу обратиться к народу Литвы, Польши и Украины. Остановите своих безумных политиков. Не дайте развязаться войне. Люди, приехавшие из дальних уголков нашей, казалось бы, небольшой страны, не совсем понимают, что происходит. Я просто вам напомню. Все ахнули в связи с асимметричным применением сил нашими ОМОНовцами. Якобы на Окрестино они что-то побили, кого-то убили. Заявляю вам абсолютно просвещенно. Люди этого не знают. ОМОНовцы никогда не дежурят. Никогда не были ни в СИЗО, ни на Окрестино. Там несут службу военнослужащие внутренних войск. Но все острие было направлено против этих ребят. Потому что они спасли страну и сорвали Блицкрик. И вы посмотрите, под этими белочервоно-белыми стягами термины-то какие, слова. Это они придумали. Блицкрик не удался. Он был обречен за много лет до этого Блицкрига. Он не мог произойти в нашей стране. И он не произойдет никогда. Когда не удалось захватить власть сходу, смять столицу, поднять всю страну, тогда было придумано по методичке, нам это известно, многим из вас тоже, другая волна. Красивые девушки с белыми цветами, в белых платьях. Они хотели показать, что они мирные люди. После того, когда их остановили на улицах и площадях. И это не прошло. Потому что кроме тех девчонок, я не хочу сказать, что они плохие. Нет. Это наши девчонки, которые стояли на улицах. Они опомнятся. Многие уже опомнились. Кроме них, еще есть вы, которые приехали сегодня и сказали свое слово. Не удался и этот этап. Тогда на затухании протестного движения надо было его как-то возродить. Нас начали провоцировать. Все рассчитывали, что мы ответим. И ответим жестоко. Все рынулись ко дворцу независимости. Надо было его взять штурмом. Не получилось. Провалился и этот этап. Мы терпели. И вы посмотрите, как эстафету передали от Литвы в Польшу, от Польши в Украину. И здесь не получилось. Мы не знаем, что они выбросят дальше. Мы понимаем, что в их арсенале осталось совсем немного приемов, прежде чем развязать горячую войну. Поэтому мы вынуждены отвезти войска с улиц, как я уже говорил, пол армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с Запада. Прежде всего, с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу. Мы вынуждены усилить государственную границу к величайшему сожалению с нашей братской Украиной. Я вынужден в последние дни вместе с президентом России и министром обороны отстроить общую защиту союзного государства. Вы очень правильно сказали. Мы впервые в истории многовековой, тысячелетней истории нашего древнего народа получили этот суверенитет и эту независимость. Я даю себе отчет, что мы не богато живем. Мы не богатые, но мы же не нищие, потому что у нас есть эта страна. Если мы сейчас дрогнем и отдадим этот клочок земли, погибнем не только мы, погибнут наши дети и внуки. Поэтому вы правы. Беларусь мы не отдадим, потому что мы ее любим, а любимую не отдают.